Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Что считать надземным этажом, определили депутаты. На сессии городского собрания утвердили и новые ставки налогов. В микрорайоне КСМ проведут экологический квест. Стать участником чистых игр могут все. От чумы 21 века защитит не только верность. Что такое ВИЧ и какие есть методы профилактики, рассказали сегодня сочинским студентам. В Сочи завершается Черноморская регата. В этом году она отмечает свой юбилей – 70 лет. Кадровые перестановки в региональной администрации. Новым заместителем губернатора назначен Сергей Пуликовский. На этой должности он будет курировать вопросы внутренней политики Кубани. Соответствующее распоряжение подписал Вениамин Кондратьев. Пуликовскому 44 года. Он успел поработать военным комиссаром Краснодарского края, а также с сентября этого года занимал пост директора Департамента внутренней политики региона. Строительство больниц, ремонт дорог, увеличение зарплат учителям и врачам. Как распределить бюджет целого региона на ближайшие годы, об этом говорили на сессии законодательного собрания. Проект главного финансового документа на рассмотрение в парламент внес губернатор. Сумма огромная. На будущий год с учетом всех источников больше 353 миллиардов рублей. Краевую казну попытались максимально сбалансировать. С учетом федеральной поддержки консолидированный бюджет региона в следующем году превысит 353 миллиарда рублей. Перед тем, как выйти на первое чтение, законопроект прошел общественные и парламентские слушания. Однако даже сегодня на заседании сессии дискуссии продолжились. У некоторых депутатов вопрос, если запланирован рост экономики, то как может снижаться удельный объем основных поступлений в бюджет, таких как налоги на прибыль и имущество организаций. Оказалось, что ничего страшного в этом нет. С учетом того, что у нас НДФЛ пошел вверх, и его удельный вес в структуре, в составе бюджета увеличивается, у нас снижаются остальные удельные весы и не на много. А в натуральном выражении, что налог на имущество, он у нас подрастает ежегодно. И налог на прибыль. Поэтому некорректно было говорить, что идет снижение по налогу на прибыль, а налогу на имущество. Но именно в спорах рождается лучший результат. Вениамин Кондратьев, который внес на рассмотрение в законодательное собрание проект главного финансового документа региона, уверен, такие парламентские премии пойдут только на пользу. Мне принципиально важна позиция каждого депутата, который выступает. А все в совокупности вы определяете, в том числе вместе со мной, с нами, дальнейший курс экономического развития. Те самые приоритеты, о которых мы все время говорим. И сколько бы ни было средств в бюджете у нас, все равно мы будем все равно расставлять приоритеты. Поэтому мне важно сегодня, чтобы мы работали как одна огромная большая команда. Мы принимаем бюджет на ближайшие три года и оперируем десятками миллиардов рублей. И мы должны не забывать о том, что еще был 15-й год, когда только все начиналось. Тогда стояла задача удержать экономическую стабильность. Удержать. Не свалиться в турбулентность. На самом деле не дать провалиться. Не то, что провалиться отрастям экономики. Свалиться отрастям экономики в полной опеке. Вот что нужно было делать. Это маневрировали. Маневрировали все вместе. Вот эти самые приоритеты, которые расставляли. Мы их правильно расставили. И результат вот этого будет потому, что совместная работа и совместный контроль. И вот сегодня мы должны опять расставить приоритеты так, в этом бюджете на три года, чтобы от экономически прогрессивного движения вперед, от той динамики, которая сегодня есть, мы перешли к экономическому рывку. Основной финансовый документ года – это, по большому счету, план социально-экономического развития региона на ближайшие три года. Документ качественный, тщательно проработанный, сбалансированный. Краевой бюджет остается социально ориентированным. С нового года в крае почти на 4% проиндексируют зарплаты бюджетникам и пособиям многодетным семьям. Прибавку за свой труд также получат учителя, врачи и работники культуры. На это дополнительно предусмотрели 4,5 миллиарда рублей. Появятся и совершенно новые программы, например, по улучшению жилищных условий для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. На это выделят почти полмиллиарда рублей. Еще одно ключевое направление – ремонт больниц. Здоровье людей – залог экономического успеха всего региона. Важная статья расходов, я считаю, это ремонт медицинских учреждений. Важная, давайте честно скажем, только губы красили мы у наших поликлиники, у наших больниц. А на следующий год мы заложили до 2 миллиардов рублей на ремонт больниц. Это позволит отремонтировать по тем предварительным сметам, которые есть, около 40 больниц в крае. В следующем году 40 больниц. У нас 44 муниципальных образования, если хотя бы, то уже в 40 мы эту проблему закроем. Это в следующем году, подчеркиваю. Ну, по крайней мере, пусть в крупных центрах там по 2-3. Но если мы сохраним такие же суммы и в бюджете через год, через 2, через 3, ну, конечно, проблема уйдет. Она уйдет. 2020 год на Кубани станет годом строительства важнейших для региона объектов. Только на школы и детские сады уже заложено 10 миллиардов рублей. В новом бюджете сверстаны деньги и на масштабнейший инфраструктурный проект, реализация которого решит проблему с подачей воды почти у миллиона человек. С этой задачей не могли справиться долгие годы. В этом году мы начали строительство Троицкого группового водовода. В 2020 году дополнительно будет вестись строительство по всем 3 водоводам – Таманскому, Ейскому и Троицкому. Будет построено 186 километров водопроводов, что, соответственно, улучшит водоснабжение населения не менее чем 900 тысяч проживающего в крае. Вот за 3 года вложим 10 миллиардов известные всеми, нашумевшие уже своими прорывами водовод. Вот это Троицкий, Таманский и групповые водоводы, и Ейским в том числе. Наконец-то вода в Ейске, я уверен, через 2 года будет, потому что, да, дорого, но мы туда ведем водовод. Ведем, потому что, ну как, все время живет на остаточном принципе Ейск. Проблема вечная с водой, но я думаю, мы ее решим. Все, деньги заложили и защитили. Еще раз подчеркиваю, и на Ейске, и на Троицке, и Таманские групповые водоводы. Все, уйдут эти прорывы в прошлое. В будущем только комфортная городская среда. Общественные пространства для людей должны быть в каждом населенном пункте. Начнут с краевой столицы. В Краснодаре в 2020 году займутся строительством единой набережной вдоль правого берега Кубани. Но крепительные работы из регионального бюджета планируют выделить больше 2,5 миллиардов рублей. Еще 3 миллиарда направят на благоустройство прилегающей территории. Мы с вами выделяем 2,6 миллиардов рублей на набережную в Краснодаре, которая, на самом деле, я уверен, при общем подходе будет. Это же может стать визитной карточкой нашего города. Он же опоясывается Кубанью, и неужели мы не можем сделать красивый этот берег, чтобы можно было гулять и в гидрострою, и в целом центральной части, и на берегу нашей Кубани, то есть хорошую, красивую, комфортную набережную. Дать деньги, немалые деньги, но сегодня можем себе это позволить, потому что это современный Краснодар. Но в погоне за комфортными условиями больших городов не стоит забывать о сельской местности, тем более что в станицах и хуторах живет основная часть населения Кубани, больше 4 миллионов человек. Вагропромышленный комплекс. Инвестиции к рыбову бюджета составят более 8,3 миллиардов рублей. Еще раз задумайтесь. Это только на следующий год. Это не на три года, это на следующий год. Начнем реализацию программы комплексного развития сельских территорий. 600 миллионов рублей. Это деньги на улучшение, понятно, что тут говорить. Жизни на селе. Жизнь на селе должна быть комфортной, иначе, не дай бог, село оскудеет самым главным ресурсом, человеком, селянином, и что? И не будет этого села. Это первые шаги, такие деньги. Я уверен, что мы тоже кратно увеличим программу поддержки села. Но необходимо это делать. Необходимо молодежь, да и просто любые жители на селе должны чувствовать, что у них не хуже, чем в городе. Мы должны сделать все, чтобы село заново начало максимально активно развиваться. Жизнь там должна поселиться, чтобы молодежь не бежала оттуда. Не бежала. Чтобы избежать этого, на селе должна быть работа. А крестьян традиционно кормит земля. По просьбам аграриев, со следующего года в крае запустят программу по обновлению сельхозтехники. Фермеры и производители продукции смогут покупать специализированные машины со скидкой в 10%. Ну а сочинские депутаты поставили точку в двойном трактовании правил землепользования и застройки. Включили дополнительный налоговый вычет для многодетных семей и освободили от земельного налога пенсионеров. Эти вопросы вошли в повестку сегодняшней сессии городского собрания. В следующем году в отношении земельного участка будет исключено понятие «дача». В связи с этим в ходе рассмотрения проекта на профильном комитете и заседаниях территориальных депутатских групп были внесены поправки в отношении земельных участков, предназначенных для ИЖС, личного подсобного хозяйства, садоводства и земель, частично используемых в предпринимательской деятельности. Депутаты проголосовали за установку налоговой ставки для таких земель в размере 0,22%. Кроме того, сохранили возможность полного освобождения от уплаты налогов лиц определенных категорий. Земельным налогом мы сохраняем ту льготу, не налоговый вычет, а льготу на земельные участки, на один земельный участок для категорий 55 лет и 60 лет в нашем городе Сочи. Остальные небольшие изменения, которые там произошли, но это важный момент, который мы сохраняем льгота. То есть полное освобождение от налога. Также установлены новые сроки уплаты земельного налога. Его нужно погасить не позднее 1 марта. Изменения коснулись и имущественного налога. В частности, рассмотрен дополнительный налоговый вычет для многодетных семей. Его размер равен кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры и 7 квадратных метров общей площади жилого дома. В расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Мы привели в соответствии с федеральным законом и теперь включены еще одна категория – многодетные семьи в налоговый вычет для налога на имущество физических лиц. Это как категория у нас – многодетные семьи со всеми вытекающими оттуда положениями, которые указаны в федеральном законе. Также установлена ставка налогообложения для гаражей и машиномест в торговых комплексах и бизнес-центрах. Она составляет 0,1%. Но и с 1 января предприниматели, занимающиеся торговлей лекарствами, одеждой, обувью и меховыми изделиями, должны будут маркировать товары контрольными знаками и перейти на упрощенную систему налогообложения. Форма налога на другие виды деятельности останется прежней. А вот в правилах землепользования и застройки депутаты все-таки поставили точку. В городское собрание Сочи поступало много обращений от жителей, которые интересовались трактовкой понятия надземного и подземного этажа, так как количество этажей входит в коэффициент использования территорий. Сегодняшним решением утверждено, что в понятие надземный этаж не входят подвальные, подземные и цокольные помещения, если высота их перекрытия не превышает двух метров от среднепланировочного уровня земли. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Глава Сочи занял 12-ю позицию в рейтинге мэров российских городов. Исследование по оценке деятельности мэров за октябрь-ноябрь подготовил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации. Была рассмотрена работа глав 88 крупных городов страны. На первом месте столичный мэр Сергей Собянин, на втором – Ильсур Медшин, мэр Казани, на третьем – глава Тюмени Руслан Кухарук. Мэр Сочи Алексей Копайгородский занял 12-ю позицию. Эксперты отметили его активную работу по решению застарелых проблем курорта и регулярной встречи с жителями. Администраторы, переводчики, туроператоры и целые отели. В Геленджике назвали победителей конкурса «Курортный Олимп». Его проводит региональное министерство курортов с 2005 года. Сотни участников и десятки критериев отбора лучших, главный из которых – желание туриста возвращаться в Краснодарский край снова и снова. Обладатели премии поприветствовали губернатор Вениамин Кондратьев и спикер регионального парламента Юрий Бурлачко. Глава Кубани отметил, что курорты региона приняли в этом году 16 миллионов 200 тысяч туристов. Это пополнило краевой бюджет почти на 7 миллиардов рублей. И этот результат – заслуга каждого из работников туриндустрии. В первую очередь мы с вами должны ориентироваться на запросы отдыхающих. Вот что мы должны с вами сегодня делать. Улавливать их спрос, понимать, что им нужно. Потому что ведь основная задача, почему должны ориентироваться на запросы отдыхающих, чтобы они не просто отдохнули и уехали, а чтобы они захотели вернуться. Вот что сегодня нам нужно. Они должны захотеть вернуться на курорты Краснодарского края. Мы сегодня наследники тех когда-то легендарных курортов Советского Союза. Наследники. Те, кто были маленькими когда-то лет 50 назад, 60, сегодня к нам на наши с вами курорты приводят своих детей, внуков, правнуков. Я уверен, что сегодня уже так же, но можем и лучше. Давайте гордиться будем теми курортами и теми людьми, которые создали вот те курорты Краснодарского края, но уже в продолжение создадим наши с вами современнейшие, современнейшие курорты Краснодарского края, а в целом курорты нашей Великой России, чтобы уже наши дети и внуки нами тоже гордились. Теми курортами, которые мы с вами создали. У нас все получится. С праздником! В этот раз на вершине сферы услуг 54 человека. По три призера в 18 номинациях выбирали в течение нескольких месяцев. Для каждого направления очный этап проходил по-своему. Например, гидам необходимо было провести экскурсию для членов жюри. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 11-13 градусов выше нуля. Более тысячи бизнесменов воспользовались услугами Центра поддержки предпринимательства города Сочи. Это статистика с начала года. В Центре проводят бесплатные консультации по любым вопросам ведения бизнеса. Также здесь проходят обучающие семинары и круглые столы, в ходе которых предпринимателям рассказывают об изменениях в законодательстве, ну и обсуждаются самые актуальные проблемы. Татьяна Шатохина – предприниматель. Продает в Сочи мужскую одежду. Говорит, в бизнесе часто меняются правила игры. За изменениями в законодательстве нужно успевать. Чтобы грамотно вести свое дело, Татьяна обращается в Центр поддержки предпринимательства. Мне надо было перейти, выбрать систему нового налогообложения, чтобы я могла работать уже с маркированным товаром, а также получить консультацию по внедрению маркировки в бизнес. Маркировка – это цифровой код для защиты от подделки, злободневная для предпринимателей тема. Нововведение для целой группы товаров не за горами. В России вводится обязательно маркировка товаров. Сейчас это на лекарственные препараты, на обувь, на одежду вводится, ну и, соответственно, на табак. На табак введена 1 января 2019 года. Естественно, в Центре поддержки предпринимательства постоянно, ежемесячно, практически мы проводим семинары на эту тему. Все время приходят предприниматели, у них постоянно возникают вопросы, почему, потому что эта система только вводится. С начала года Центр поддержки предпринимателей уже провел более тысячи консультаций. Они абсолютно бесплатны здесь. Предприниматели могут задать любой вопрос по ведению бизнеса. В городе Сочи действует муниципальная программа поддержки предпринимательства, которая предусматривает ряд мероприятий, включающих в себя консультационную, финансовую и имущественную виды поддержки. Консультационная поддержка является основным мероприятием. На нее ежегодно предусмотрено порядка миллиона рублей. Путем заключения муниципального контракта мы размещаем Центр поддержки предпринимательства. На сегодняшний день он действует в Торгово-промышленной палате. Там любой предприниматель города Сочи может на безвозмездной для себя основе получить консультационную поддержку индивидуально, а также поучаствовать в бесплатных семинар-консультациях на актуальные темы по развитию бизнеса. К таким темам у нас сегодня относятся внедрение онлайн-касс, система ЕГЭИС и другие темы, которые на постоянной основе для предпринимателей проводятся. Центр поддержки у нас находится по улице Кубанская, 15. Бизнесменам в Сочи, кроме консультационной, оказывают также имущественную поддержку и финансовую. Благодаря фонду микрофинансирования они могут получить льготные кредиты. На поддержку малого и среднего бизнеса сегодня направлен и целый ряд нацпроектов. На Кубани действуют и региональные. В целях реализации национальных проектов нам необходимо достичь максимального количества занятости населения в малом и среднем предпринимательстве. Это основной цельной показатель, который предполагает увеличение почти в полтора раза за шесть лет количества людей, занятых в малом и среднем предпринимательстве. В Сочи сегодня зарегистрировано 36 тысяч предпринимателей, ну а всего в этой сфере в городе занято порядка 83 тысяч человек. Инга Габеши, Ольга Десятого, Николай Тихонов, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сегодня день аудитора и бухгалтера Краснодарского края. В связи с этим в Сочи состоялось торжественное мероприятие. Формулы, цифры и таблицы. Именно этим они занимаются большую часть своего времени. Как бы не менялся мир, бухгалтеры будут нужны до тех пор, пока будут существовать экономические отношения. Сегодня ни одно предприятие, как коммерческое, так и государственное, не может работать без бухгалтеров. В их обязанности входит введение учета материальных ценностей, начисление зарплаты, введение налогового учета, сдача отчетности в контролирующие органы. Если на предприятии прекратить весь учет, то работа очень быстро будет парализована. Профессии бухгалтера и аудитора одни из самых трудоемких и ответственных любой организации. Как отметил заместитель главы города Сочи, профессиональный опыт собравшихся и постоянное желание внедрять современные технологии в учете и аудите позволяют строить взаимоотношения между учреждениями города на совершенно новом уровне. Мы понимаем, что значение данной профессии сложно переоценить. От вашего профессионализма зависит рост и процветание предприятий, заработок многих людей. В общем-то, хочется вам пожелать всего хорошего, крепкого здоровья, счастья. Отличившимся бухгалтерам вручили благодарственные письма от имени главы Сочи. Среди награжденных и бухгалтер адлерского рынка. Наталья Кашета признается, от цифр бывает и весело, и грустно. И тем не менее, работа в радости для тех, кто внимателен к деталям, умеет работать с большим количеством информации, анализировать ее и обобщать. У бухгалтера и аудита есть пять правил. Вот я сейчас скажу, и надеюсь, люди, знающие меня, поймут. Первое – не думай. Второе – если думаешь, то не говори. Третье – если думаешь и говоришь, то не пиши. Если думаешь, говоришь и пишешь, то не подписывайся. А если думаешь, говоришь, пишешь и подписался, то не удивляйся. На протяжении 13 лет своего стажа придерживаюсь. В микрорайоне КСМ проведут экологический квест. Чистые игры стартуют 30 ноября в 10.00 рядом с домом номер 72 по улице Труда. Основная цель квеста – это экологическое просвещение. В игровой форме и с использованием современных мобильных технологий, геолокаций и онлайн-рейтинга организаторы напомнят людям об ответственности за окружающую среду. Помимо самих соревнований в микрорайоне КСМ в субботу состоится развлекательная программа, мастер-классы для детей и взрослых по вторичному использованию материалов, лекции от специалистов по экологии и сбор макулатуры. Узнать подробнее об акции и зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта «Чистые игры». 1 декабря во всем мире будут отмечать День борьбы со СПИДом. День учрежден с целью повышения осведомленности об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как День памяти жертв этого заболевания. По традиции в Сочи проводят целый ряд акций, просветительских и диагностических мероприятий, посвященных этому дню. Что такое ВИЧ и какие существуют методы профилактики этого заболевания, сегодня рассказали студентам, ну а после они смогли сдать экспресс-анализы. В зале студенты сразу двух колледжей – медицинского и профтехникума. Сегодня их собрали для того, чтобы рассказать о ВИЧ. Об этом заболевании, конечно, слышали все, но вот напомнить о мерах профилактики – дело важное, считают организаторы. Особенно сегодня, когда ВИЧ уже считается болезнью не только наркоманов. Сейчас болеют люди преимущественно с охранного возраста, молодого – это 30-39 лет. Это социально адаптивная и активная молодежь. Поэтому мы всегда говорим, что ВИЧ-инфекция шагнула немножко в другую сторону. И мы работаем активно сейчас со всем населением. Целями и задачами, в первую очередь, акции являются, первое – это информированность населения о проблемах ВИЧ-спида. Это о путях распространения, о путях профилактики. Таблетки от ВИЧ не существует, поэтому единственное средство предупреждения распространения инфекции – это просвещение населения. Основные методы профилактики – это контрацепция и верность одному партнеру, напомнили студентам. Но не следует забывать, что заразиться можно в тату-салоне, во время маникюра, прокола ушей и даже на приеме у врача. Поэтому важно следить, чтобы специалист использовал только одноразовые инструменты. Конечно, ВИЧ не передается бытовым путем, но вот зубная щетка или бритва у каждого должна быть обязательно своя. В одной семье заразился брат от брата. Брат был ВИЧ-инфицированный наркоман, а второй не употреблял наркотики, но через бритву заразился. Все должно быть гигиенично. Вот эти правила мы говорим не стенам этим, а вам. Пока вы молодые, пока у вас есть здоровье, а его нужно сохранить. После лекции организаторы подвели итоги конкурса на лучшие плакаты и листовки по профилактике распространения ВИЧ-инфекции. Стен газеты нарисовали студенты медицинского колледжа. Молодое поколение любит посиделки, любит все. И нужно просто уметь говорить нет, не ездить куда попало, особенно с незнакомыми. Это важно, потому что многие не знают вообще, что это за заболевание и как оно передается. Поэтому необходимо людям рассказывать, чтобы они знали о передаче этого заболевания и важность этого заболевания. В Краснодарском крае сегодня официально около 30 тысяч инфицированных. В Сочи 4 тысячи. Но это только те, кто знает свой ВИЧ-статус. На деле говорят врачи, их может быть в несколько раз больше. После лекции все желающие смогли побеседовать с врачом и еще больше узнать о профилактике вируса иммунодефицита. Также можно было бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ. Результаты были известны уже в течение 10-20 минут. Кстати, желающих сдать анализ студентов было достаточно много. А это значит, что сочинская молодежь ответственно относится к своему здоровью. И организованная акция в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом не прошла зря. Инга Габеши, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи завершается черноморская регата. В этом году она отмечает свой юбилей – 70 лет. Первое соревнование любителей парусного спорта прошло в 1949 году. В этом году в рамках регаты разыгрываются чемпионаты России в трех классах, Кубок России в классе «Финн», а также проходят старты в нескольких олимпийских и юношеских классах. Предпоследний день регаты подарил спортсменам только одну гонку, правда, во всех классах яхт. Сегодня также погодные условия были очень сложные. Ветер постоянно изменял свое направление. То усилялся, то ослабевал. Но удалось провести только одну гонку. Ждем завтрашнего дня. У меня сразу довольно легко пошла регата. Можно сказать, в масть. Мне довольно комфортно в своем весе, в этом классе. Ну, пока что все идет хорошо. Остался еще один гоночный день. Регата проходит в акватории парусного центра «Югспорт». Эти традиционные соревнования знаменуют завершение парусного сезона. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. Ну, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.